Александр Шульга. Долг – высокое понятие. Читает Наталья Светлая. В молодые годы человек обретает или не обретает свои главные качества – волю, благородство, целеустремлённость. У каждого это происходит по-своему. Дима Никишин не собирался становиться героем России. Он рос обычным парнем. Всё было и хорошее, и плохое. В школе учился средне-прилежным учеником, был до седьмого класса. А дальше, трудно сказать почему, но скатилась учёба вниз. Пришлось заканчивать вечернюю школу, чтобы получить среднее образование. Увлекался спортом, различными видами единоборств, хотел стать военным. Мечтал поступить в Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное Ордена Красной Звезды Училище. Но не суждено было сбыться мечте. Пришла повестка в армию, и в 1997 году Дмитрий был призван на срочную службу в спецназ ГРУ. Вчерашних школьников готовили серьёзно, видимо, понимая, что им придётся воевать. Дима успешно постигал военную науку, стал сержантом, заместителем командира взвода. Перед отправкой в Дагестан командир построил солдат и сказал, кто отказывается выйти из строя. Ейский парень остался в строю и уже через несколько дней узнал, что такое война. Служить он попал в разведку, и уже первая ночная операция закончилась первым боем. И не раз, повидав смерть и кровь, под свистом пуль вспоминал Дмитрий слова комбата. Ты на войне. Если не ты врага, то он тебя. А потом? А потом тот страшный бой, который, казалось, длился в вечность. Отряду спецназа была поставлена задача заминировать подходы к одному дагестанскому селу, куда должны были подойти боевики. И хотя в селе уже появились бандиты, свою задачу отряд выполнил. И вот новая команда. Надо было спасать чеченских милиционеров, попавших в заложники. Пленных освободили, но группа попала под перекрестный огонь. Завязался бой. Чтобы добраться до укрытия, где можно было продержаться до темноты, надо было под огнем преодолеть несколько десятков метров под открытой местности. Любому человеку известны чувства страха и опасности. Известны они и людям в военной форме. Но именно у военных они вытесняются другим чувством. Чувством долга. Первым к укрытию рванулся Никишин. Главное не забыть, как учил комбат. Два шага упал. Перекатился. Опять шаг. Перекатился. И вот уже у цели. Дима стал вести огонь, прикрывая остальных. Солдаты смогли добежать. А вот командиру не повезло. Он упал под огнем. Он был жив. И пытался ползти. Я видел, что он еще жив, рассказывая Дима. И бросился к нему на помощь. Раня на воротного он втащил в укрытие. И вместе с бойцами начал перевязывать раны. Но через несколько минут командир скончался. Командование отрядом взял на себя сержант Никишин. Группа с боями пробивалась к ущелью. Через двое суток вышла к своим. Возвращаясь на базу, шли молча. Не было сил чувствовать, говорить. Каждый думал о том, что ротного не вернуть. Всех спецназовцев наградили орденами за проявленное мужество. А ейскому парню Дмитрию Никишину президент Борис Ельцин вручил Кремле золотую звезду Героя России. Так для него закончилась Чеченская война. Министр обороны маршал Сергеев предлагал ему поступить в любой вуз страны. Но он хотел домой, в родной ейск.